Друзья, вы наверное помните то время, когда где-то год назад, Украина купила у Солнечной и немножко в данном случае братской Турции, 6 единиц ударных турецких БПЛА под турецким, и также поэтическим названием Байракта. Радости, тогда помнится по этому поводу было в ближнем зарубежье по самую верхнюю палубу адмирала Кузнецова. Но, прошло время, и как-то поутихли из-за этого страсти, ведь новых разных девайсов в украинскую армию поступило с тех пор немало, поэтому ажиотаж потихоньку и сошел. Однако, девайсы остались, и они готовятся так сказать к выполнению боевых задач. Так, операторы Байракта РТБ-2, уже со второй половины января 2020 года, приступят к мероприятиям по боевой подготовке на этих комплексах. Об этом, рассказали в Управлении беспилотной авиации воздушных сил, сообщает Армия Информ. Сейчас, Байракта Р ожидает регистрацию и сертификацию в Управлении регулирования государственной авиации Украины, рассказал начальник управления беспилотной авиации воздушных сил полковник Тарас Потягач. Только после этих обязательных процедур, мы сможем использовать и эксплуатировать эту технику добавил он. Напомним, что в конце сентября этого года операторы Байракта РТБ-2 вернулись из Турции, где получили свидетельство соответствующего образца на право управления и применения комплексов. Уже со второй половины января начнем тренировки на тренажере, затем снова будем поднимать Байракта РТБ-2 в рамках боевой подготовки, рассказал Тарас Потягач. В общем, Байрактарщики, как говорят, готовятся к труду и обороне, а не к сведению скептиков для мероприятий, связанных с операциями против различных террористических образований. Самое то, и обкатку в боевых условиях они тоже в Турции уже прошли. Субтитры сделал DimaTorzok